На торжественной церемонии открытия памятника приняли участие посол Кыргызстана в Турции Кубаныч Беку Муралиев, руководители местной власти, более 30 послов разных стран мира, а также наши соотечественники. Чувствам большой гордости были переполнены кыргызстанцы по случаю открытия памятника Манасу в центре столицы Турции, приуроченного к 30-летию независимости Кыргызстана. Идея создания монумента принадлежит посольству страны. Памятник установили на площади перед зданием муниципалитета Кичиарен. Манас является шедевром нематериального культурного наследия страны. Образ великодушного Манаса воспроизвел кыргызстанский скульптор. Он сделан из меди и железа, а его высота составляет 6 метров. Общая высота монумента – 10 метров. В частности, подстамент предоставления земельного участка, главной площади этого города. Только говорить о многом. И церемония, этот памятник был изготовлен за счет склонских средств. Для кыргызского народа Манас – бесценный источник, который веками представлял миру имя кыргызов. Поэтому становление памятника кыргызского героя в Анкаре было воспринято турецким народом как дань уважения независимости и государственности Кыргызстана. Этот памятник останется символом вечной дружбы двух народов. Памятник, который Манасу, он действительно имеет очень большое значение, потому что Манас – это исклопедия не только хргызского, но и всех тюркских языков, тюркских народов. Манас содержит очень много сведений, которые накапливались тысячелетиями у хргызского народа. И там имеется много информации об этом, о событиях, которые охватывает эпос Манаса. Этот памятник не единственный в Турции. До этого, в 2017 году, скульптура Манаса была установлена в Стамбуле. Помимо двух крупнейших городов Турции, памятник Манасу, который описывает тысячелетнюю историю кыргызского народа, установлен в Алмате, Москве и нескольких городах Китая. Отметим, в 2013 году в Великий эпос был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.